Всем привет! Возникла такая у меня идея, да, немножко заняться с Linux сервером и рассказать вообще, как настраивать Python и Django проекты, и вообще, как его администрировать в каких-то основных вещах. Это, в принципе, знания не такие необходимые разработчику на сегодняшний день, потому что есть куча инструментов, которые помогают все это делать, автоматизируют и так далее, упрощают нам жизнь. Но, так как у меня есть некоторый опыт именно системного администрирования, я работал, перед тем, как стать программистом, я работал системным администратором в течение пяти лет, и сейчас мне эти знания помогают очень сильно, скажем так. То есть, какие-то основы, именно системного администрирования, работа с консолью, они обязательно пригодятся тысячу раз, и вообще, такой программист, он будет цениться, я бы сказал, значительно выше. Сейчас больше в моду приходит такая профессия, как DevOps, да, когда совмещается там программирование и системное администрирование. Опять же, это тоже неплохой путь, именно попробовать себя в DevOps, если, допустим, чистое программирование, не знаю, надоест или не пойдет. Ну и вообще, это может быть довольно увлекательно. Именно не создание программ, а настройку уже существующих каких-то систем. Но первое, что нам понадобится, чтобы начать заниматься с Linux, это, собственно, сам Linux, да. Возможно, у вас у кого-то уже есть, я уверен, что многие уже сами устанавливали себе Linux на персональный компьютер. Но если вы этого ничего не делали, то ничего страшного. Я расскажу про какие-то основные варианты, как вообще можно попробовать себя в Linux, да. Значит, вариант номер один, самый, скажем, такой, базовый. Вы можете взять свой компьютер, взять, выделить раздел из жесткого диска, да, к примеру, или даже вставить новый жесткий диск туда, какую-нибудь там SSD-шку очень маленькой емкости, совершенно неважно для Linux, это не принципиально. Да, вы можете купить отдельный компьютер специально для того, чтобы там на него поставить Linux. Вот. Ну, может быть, это будет слишком жирно, да. Вот. Ну, это такие самые базовые варианты, то есть, hardware, да. То есть, мы покупаем, как бы берем железо, да, или на свое железо ставим операционную систему Linux. Допустим, как вторая операционная система. Есть вот такой вот вариант. Это я купил себе буквально недавно, на днях, и он мне безумно нравится. Это Raspberry Pi, то есть, это, по сути, такой вот, у меня здесь стоит Linux-сервер, Ubuntu-сервер. Это такой маленький компьютер, но по функционалу он, и по мощности, он, в принципе, соответствует современным компьютерам. Вот тут есть сетевой кабель, да, несколько USB-шек, есть выходы на мониторы, да, вот в мини-формате, как-то мини-HDMI, по-моему. Есть выход на звук, то есть, из него можно делать или домашний медиа-центр, или, скажем, какую-нибудь камеру слежения, там, и так далее. То есть, все, что угодно вы запрограмируете, все может быть запущено вот на этом девайсе. Вот сюда вставляется флешка, на ней установлена операционная система. Микро-SD, да, и если мы его откроем, да, и посмотрим, вот здесь внутри, вот эти радиаторы, я их сам наклеил, сюда можно ставить свое охлаждение, не знаю, поставить кулер, можно вставить какие-то модули специальные, которые будут измерять там температуру, я не знаю, там, влажность. Можно сюда подключить дисплей и вставить сюда такой маленький дисплеечек. То есть, это такой компьютер себе или сам, Raspberry Pi, обратите внимание, если про него не слышали, классная штука, с ней очень весело. Это первые варианты, да, в Hardware. Вариант номер два. Вы можете просто взять и установить себе на компьютер программу VirtualBox или VMware, то есть, вы можете установить себе виртуальную машину с Linux. Что такое виртуальная машина, почитайте в интернете. В двух словах вы ставите программу, которая внутри эмулирует, как бы, компьютер, да, то есть, вы делаете эмуляцию, там, хочу, так, какой-то процессор, там, столько-то оперативной памяти выделю и так далее. То есть, у вас, как бы, такой виртуальный компьютер внутри вашего компьютера, да, и вот он будет запускать операционную систему. Вы можете себе, там, на сетапать несколько операционных систем, не знаю, разные виды Linux и так далее. Соответственно, вы заходите в свой Windows, в свой Mac, я не знаю, или в что угодно. Запускаете VirtualBox, нажимаете на Play, и у вас в окошечке, вот, запускается ваша операционная система. Как компьютер в компьютере. Это тоже вариант. Если у вас нормальный, мощный, ну, или более-менее, не слабый, скажем так, производительный компьютер, ноутбук, вы можете запускать виртуальную машину и без всякого дискомфорта работать с ней и одновременно со своей основной системой. И вариант номер три, наверное, самый простой, самый быстрый, да, это просто купить какой-то Linux сервер в интернете. Вы можете подключаться к нему при помощи протокола SSH, чуть позже про него, и просто работать с ним, как будто вот вы работаете со своей операционной системой. Опять же, то, что я говорю про Linux, да, я имею в виду сервер. То есть нам не нужен будет графический интерфейс, да, вот эти вот рабочие столы, ярлычки, да, вот это все, десктопные штуки, они нам не нужны. Мы будем работать с сервером при помощи командной строки. Поэтому давайте попробуем просто, не знаю, купим сейчас в интернете любой этот виртуальный сервер. В принципе, вы можете использовать абсолютно любой хостинг, какой вам только понравится. Никакой разницы нет вообще, на каком хостинге вы себе купите то, что вам нравится. Ну, допустим, есть вот такой вот VS, VScale, да, IO, прайсинг. Я еще на нем, мне вдруг порекомендовало бы, я еще им не пользовался и вообще понятия не имею, что там внутри, но стоит дешево, да, 200 рублей в месяц. Не смотрите на то, что 512 мегабайт памяти это как-то, ну, уж совсем мало, да, по современным меркам, как бы, типа, в телефоне там, не знаю, в 16 раз больше, да, или там вообще там в 100 раз больше. Вот, не смотрите на это, потому что для Linux сервера, тем он и хорош, что нужен вообще не производительный компьютер. То есть, самый-самый вообще слабый, который можно себе представить, и даже на нем запустится Linux и будет делать свои повседневные задачи. Давайте попробуем, закажем в самый дешевый. Вы можете взять подороже. Опять же, вы можете купить, да, вот такую штуку. Советую брать последнюю модель, четвертую. От 6 тысяч до 10 тысяч, в зависимости от начинки, от того, сколько там гигов. Вот, к примеру, 4 гига, у меня вот здесь 4 гига, да, здесь это стоит 1600 рублей в месяц. Не так-то мало. Я купил это за 8, по-моему. То есть, экономия будет неплохая, если даже свою железку купить. Вот, уж тем более, если вы отсетапаете виртуальную машину. Ну, просто для удобства, да, для того, чтобы начать прямо сейчас, без каких-либо приготовлений, да, мы прямо возьмем и закажем сервер. Нет, тут не зарегистрирован. Сейчас я зарегистрирую здесь и вернусь обратно к вам. Вот я зарегистрировался, подтвердил свою почту и попадаю вот на такую анкету. Видимо, по новым правилам надо как-то предоставить свои данные, да, там, подтвердить номер телефона. Давайте все это сделаем. Так, я заполню все своими данными. Я думаю, что придет смс, ко мне поступил звонок, надо было написать номер, с которого поступил звонок. Ну, в общем, обыкновенная это идентификация. Значит, здесь написано, что необходимо пополнить счет на 200 рублей, чтобы начать этим пользоваться, да. А серверы тарифицируются каждый час. Да, то есть вы можете пользоваться вот столько, сколько вам надо. Так, окей, пополним баланс. Так, ну, я думаю, вы это делали много раз. Тут надо просто написать данные своей карты. Я, конечно, вам их не покажу. Так, все, похоже, что платеж прошел в обработке. Окей. Так, я подавлю страницу. Сейчас должен поступить. Так, посмотрим на серверы. Создать сервер. Здесь можно выбрать операционную систему. Ubuntu. Вот то, чем бы я рекомендовал вам начать пользоваться, потому что огромная вообще поддержка в плане любых проблем. Все-таки у вас ошибки могут возникать, да. Можно их скопировать, загуглить. Больше вероятности, что вы найдете ответы на именно проблему с Ubuntu. Хотя проблем не должно быть, конечно. А Debian у ней такая же архитектура, скажем, такой же менеджер пакетов, да, как у Ubuntu. CentOS. Не будем сейчас разбирать все возможные варианты Linux, да. Почитайте об этом сами, если вы хотите. Вот, допустим, 30 копеек в час на 200 рублей. Это устраивает. Ubuntu тоже подходит. Конечно, берем последнюю версию, да, на 64 бит. Логично. Так, имя сервера, все это не важно. SSH ключ мы потом добавим, если это будет надо. Сейчас просто создадим сервер, и он должен создаться довольно быстро. И вот нам сразу выдают логин и пароль для авторизации на этом новом сервере Ubuntu. И сервер, собственно, уже и установился. Вот так быстро создается у них виртуальная машина, что, конечно, не может не радовать. Так, я скопирую вот это все. Куда-нибудь к себе в блокнот для начала. Окей, и переходим к серверам. Собственно, чтобы попасть на этот сервер, кроме логина и пароля, что нам нужно? Его IP-адрес. Значит, как нам зайти на сервер, да? Ну, мы привыкли, что мы, когда хотим попасть на какой-нибудь там, не знаю, интернет-сайт, мы открываем, пишем в форме логин и пароль, да, нажимаем ОК, и нас туда... авторизует. Как вы, я уверен, знаете, это происходит по протоколу HTTP. Это протокол таких вот сетевых взаимодействий, да? Здесь же немножко другая история. Чтобы нам авторизоваться на сервере, нам нужно обратиться к нему по протоколу SSH. SSH – это такой, как бы, ну, понятно, протокол, который нужен для того, чтобы мы могли удаленно управлять Linux сервером, удаленно отправлять ему какие-то команды, да? Лучше всего показать это на практике. Если вы это делали, то вы знаете, как это делается. Вот. Если нет, то вы поймете, я думаю, по ходу дела, что это такое. Так вот, если у вас Windows, то скачайте такую программку. Она называется... Такая вот, путьте. Вот. Скачивайте ее. Я не буду там объяснять, как с ней работать. Я думаю, все достаточно будет несложно. Вот как здесь, да, нужно будет написать здесь свой IP-адрес этого сервера, да. Порт 22 по умолчанию, окей. SSH протокол выбран. Ну, в общем, нажмете Open и пишете логин, пароль, и все у вас получится. Если вы находитесь на macOS, или тем более, если у вас уже Linux, хотя тогда вам покупайте, вы не надо, если у вас уже есть. Вот. В общем, если вы находитесь на macOS, вы можете вот так вот открыть консоль, терминал. Вон у меня уже открыт терминал. Он где-то здесь находится в программах, там, где же в утилитах. Вот здесь вот он находится, если что. Вот я открываю терминал. И очень просто. Пишу SSH, пробел, ну и адрес этого моего сервера. Адрес, адрес. Вот такой адрес у него. Вот и все. Мы начинаем авторизовываться. Ну, спрашивают, типа, хотите ли вы доверять этому серверу и так далее. В общем, установить соединение. Окей, хочу. Значит, он предлагает по умолчанию мой логин, который у меня зарегистрирован в системе здесь. Нет, это мне не надо. А чтобы мне правильный логин использовать, мне нужно сделать так. Вот я его сейчас скопирую. Значит, мы напишем root, тот логин, который нам выдали, да, тогда, когда мы купили сервер. Root, собака и адрес этого сервера. Окей, заходим. Спрашивает пароль. Пароль скопируем из блокнота. Вставляем пароль. Что-то он так долго думает. Думает, нужно ли нас сюда пускать. И вот какой-то образовался тайм-аут. Вопросы, на самом деле, конечно, к хостингу. Я все делаю правильно. Ну, попробуем еще раз. Проверим, значит, адрес. Ну, он, я думаю, я не мог его неправильно скопировать, да. А, ну вот, даже здесь и написано, как нам нужно авторизоваться. То же, что и я делаю. Окей, скопируем. Это мы все отменим. И напишем, да, root, ssh, вот это. Через патти все то же самое. Пишите там, логин, пароль. Пароль. Ну, скопирую пароль. Хорошо. Вставил пароль. Окей. Вот, со второго раза получилось. Вот мы находимся уже в консоли операционной системы с названием Ubuntu. Да, это Ubuntu сервера. И здесь мы можем делать какие угодно команды, да, настраивать наш сервер, чтобы он стал полноценным интернет-сервером. Как вы понимаете, если в вашем приложении, да, вы запускаете вот так, на каком-то удаленном сервере, а потом еще возьмете, да, и привяжете к нему какой-нибудь домен, да, то у вас будет свой собственный интернет-сайт, размещенный именно, то есть все, что вы пишете на Django, да, вы можете задеплоить на этот сервер, и это будет доступно для глобальной сети. То есть он будет у вас уже в интернете. Ну, это конечная наша цель. Мы будем все настроивать медленно, все будем настраивать правильно, так как это должно работать именно не в разработческой среде, да, а на настоящих серверах. Поэтому в следующем уроке немножко расскажу вообще о том, как мы можем, как происходит навигация при помощи командной строки. И это очень важная тема. И это очень важная тема.